В Одессе прошел первый турнир по греко-римской борьбе после карантина. Соревнования среди юниоров прошли в спорткомплексе Одесской Юрокадемии. Организатором выступил спортивный клуб-чемпион Федерации греко-римской борьбы Одесской области при поддержке почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова. Со всей Украины съехались более 120 спортсменов, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Подробности в нашем сюжете. Тренировка и есть то место, где отдыхают душой и телом. Так спортсмены, соскучившиеся за победами на ковре, возобновили новый сезон, чтобы продемонстрировать свои умения и наверстать упущенное за период карантина. Вы знаете, если ничем не заниматься, ничего не делать, то ничего бы, наверное, и не было. Если, к сожалению, во многих аспектах государства не готовы принять на себя ответственность развития молодежи, развития будущих поколений, то на себя иногда берут такую ответственность меценаты. В частности, президент Национального университета Одесской юридической академии, Международного гуманитарного университета, почетный граждан города Одессы Сергей Васильевич Кивалов является меценатом спорта. Именно тем человеком, который дает старт различным проектам. Сложно переоценить значимость таких турниров, которые дают юным спортсменам возможность проверить свои силы, в очередной раз поверить в себя, совершенствовать свое мастерство. Надо сказать, что этот турнир вносит символический характер, потому что с сегодняшнего дня в нашем городе на базе олимпийской подготовки «Динамо» начинается учебно-тренировочный сбор первых номеров сборной команды Украины по греко-акаримской борьбе. Поэтому в один день в нашем городе именитые мастера ковра и начинающие юные спортсмены-представители этого вида борьбы имеют возможность не только отдохнуть, пообщаться, проверить свои силы. К чемпионату присоединились как взрослые, так и юные спортсмены. И несмотря на значительный перерыв в тренировках, каждый из них готов бороться за призовые места. Тем более, все необходимые условия для этого были предоставлены Одесской юрокадемии, в которой бороться на открытом воздухе одно удовольствие. Дети радуются, что они опять собрались вместе, что они тренируются, адреналин. Вот этого мы ожидаем. Большое хочу отдельное спасибо сказать, отдельное спасибо Кивалову, Сергею Васильевичу за предоставленное прекраснейшее место проведения. Прекрасный уровень спортсменов, несмотря на то, что был карантин, все очень в хорошей форме. Каждый держал, каждый проводил тренировки. Кто как мог, все равно группами людей собирались. И сегодня здесь мы собрали на, можно сказать, берегу Черного моря любители борьбы. Приехали сюда родители, зрители. И прекрасно, когда вот прекрасный вид спорта борьба объединяет всех здесь вот под прекрасным куполом юридической академии. Победители всеукраинского чемпионата были награждены в номинациях за лучшую технику, за волю к победе и кубкам лучший борец турнира. На открытие спортсменов пришли поддержать мастера спорта по борьбе и боксу, а также чемпионы Одессы по художественной гимнастике и лауреаты международных и всеукраинских вокальных конкурсов. Чемпионат собрал более 120 спортсменов из Одесской, Николаевской, Харьковской областей и Южноукраинской. Участники боролись сразу на двух коврах. Для молодых спортсменов такие турниры необходимы. Они помогают закалить характер, приобрести опыт, который прежде всего пригодится им в профессиональной карьере. Мы устроили первый турнир после длительного перерыва. К нам приехала с многих областей Украины, Харьков, Херсон, Южноукраинск. Всего 120 человек участников. Это как первый старт перед Украиной по младшим юношам, который будет проходить в ноябре месяце. Поддержать молодых спортсменов пришли и мастера спорта международного класса. Президент Федерации бокса в Берлине рассказывает, на грядущий чемпионат Европы были приглашены украинские спортсмены. Однако из-за пандемии даты турниров будут изменены и уже с сентября этого года подготовка к соревнованиям возобновится. Мне очень понравилось. Я уже второй раз здесь. Я чувствую себя здесь как дома. Люди здесь очень хороши. Я был в других странах, в Украине. Но мне очень понравилось здесь. Люди здесь лучше, чем в остальном. Мне очень нравится здесь. Каждый раз, когда я сюда приеду, я всегда встречаю новую сенсацию. Это было в последний раз боксом. Напомним, ранее прошел турнир по боксу в памяти героя Украины и заслуженного тренера Украины Бориса Литвака совместно с Федерацией бокса Одесской области, а также международный чемпионат по бадминтону Одесса Open. Оба турнира проводились на базе спортивных комплексов Одесской юрокадемии и Международного гуманитарного университета. В масштабных соревнованиях среди юниоров приняли участие представители разных регионов Украины и стран ближнего зарубежья. Виталий Хеми, Татьяна Барумбей, Юлия Пальнова, телеканал Репортер.